Здравствуйте! Сегодня в гостях у нас мировой человек, тележурналист, профессиональный путешественник Михаил Кожухов. Здравствуйте! Здравствуйте! Вас вообще по жизни-то помотало? Вы закончили вроде педагогический институт, потом уехали в Гаван учиться, после этого оказались в Афганистане, из Афганистана в Латинскую Америку. Вы себе сами судьбу выбрали или вас мотало именно что? Да нет, наверное, всё-таки сам. Наверное, сам. Ну, то есть шли на педагогическую специальность и думали, буду ездить? Нет, во-первых, я закончил переводческий факультет, и даже не знаю, есть ли у меня... Наверное, есть право работать педагогом, но закончил я только потому, что я не поступил в факультет-журналистическое МГИМО, а я всегда хотел заниматься только этим. А дальше, да, я хотел на войну, я туда попал. Поскольку у меня первый испанский, для меня Латинская Америка – это профессия. Я туда хотел, и я туда попал. Да нет, как-то всё это было осмысленно. Ну, была не то, что программа, но такое, да, проекты жизненные. Я их сам выбирал. Это было престижно уехать в то время за границу или вам просто хотелось в другие страны посмотреть? Может быть, убежать откуда-то, эскапизм какой-то? Ну, наверное, это было престижно и более сытно, но, честное слово, об этом не думал. Я выбрал для себя международную журналистику в качестве мечты жизни и профессии, и я ей успешно занимался до тех пор, пока всё не изменилось. И я ушёл оттуда после того, как стало понятно, что нет ни одного человека в нашей стране, ну, или их три, которым интересно бы послушать о войне между Бразилией и Парагваем или о конфликте между Боливией и Чили. Ну, какое-то время нам это было интересно, и вот вы к пиночету ходили на интервью, первое интервью российского журналиста. Как это было и почему это чуть не привело к международному скандалу? Нет, это долгая история, долгая история, простите, она описана. У меня есть, ну, тем, кому это интересно, можно зайти и найти моё, ну, это громко называется телекомпания, ну, это вот небольшое производство телевизионное, называется «Контраст». И там есть форум, я, вот, чтобы не отвечать каждый раз на этот вопрос, я подробно и очень смешно об этом написал, там можно прочесть. Хорошо. Ну, просто я хотел от этого вопроса перейти к вашим политическим взглядам, потому что обычно вы их не демонстрируете. А вы кто, по мировоззрению, большевик или гардиан? Или кто? Гардиан, ну, охранитель, государственник, может, либерал? Нет, я скорее либерал, конечно. Во всяком случае, во всём, что касается экономики, ну, знаете, меня очень многому научил, кстати, министр экономики в чилийском правительстве времён Пиночёта Эрнан Вихи, он удивительным образом, естественно, никогда не читая Ленина, своим умом дошёл до, вот, в ленинской формулировке революционной ситуации. Ну, он просто смотрит на это глазами экономиста. Он сказал так, что, что хорошо одному, не обязательно подходит для всех. Но то, что подходит многим, скорее всего, подойдёт и одному. В истории 20-го и 21-го века пока не было ни одного примера, когда страна добилась бы хоть каких-нибудь успехов вне либеральной модели. Этих примеров не было. Первый – это Китай. Но это отложенная ситуация, которая рано или поздно прорвётся каким-то пузырём, каким-то нарывом, потому что так даже при особом их менталитете всё равно вот этот воздух свободы не может туда не ворваться. Ну, да, я считаю, что только рынок, только свобода личности, только права и ничего кроме этого. Смотрите, в 90-е годы, вот как раз в начале 90-х Вы, пьяночета, брали интервью. Потом нам следующее пятилетие, в общем, предлагали жить по рецептам Латинской Америки, которая тогда очень сильно росла, например, Аргентина. Это привело нас во многом к 98-му году, и в самой Аргентине стало невесело. Вы как-то не разочаровались в этой латиноамериканской модели, либеральных взглядов? Никто нам не предлагал, к сожалению, идти по этой модели. Ну, кроме Мирового банка? Ну, да не слушали мы никакой Мировой банк, и реформы, в общем-то, бросили на полдороги и бестолково их сделали. Ну, знаете, если ты взялся рубить дрова и расколол топорище, то топор в этом не обязательно виноват. Вот так. Знаете, это тоже вопрос. Я вот все чилицам задавал вопрос. В какой степени на судьбу Чили повлияло то, что к власти пришли военные? И они мне отвечали, совершенно не важно, что надето на президенте, гражданский костюм или военный френч. Важно то, что он делает. Можно испортить всё, что угодно. А уж мы-то, нам-то только волю дай. Мы всё-таки очень любим сравнивать Россию с другими странами. Гайдар говорил, что Россия – это Запад 50 лет назад, примерно по разным параметрам развития. Сегодня даже на ТЭФе, казалось бы, Олейников, шоумен, человек, который комедиями занимается, говорит про телевидение и то вспоминает про Америку 15 лет назад, про ту ситуацию. По-вашему, Россия нынешняя на какую страну больше всего похожа? И вот на какую мировую страну нужно сейчас глядеть, чтобы понять, что через 5 лет, через 10 у нас будет так же? К сожалению, не похоже ни на одну. Ну, типологически, примерно. Я не знаю другой такой страны, которая бы так высокомерно смотрела по сторонам, которая так настойчиво пыталась изобрести велосипед вместо того, чтобы посмотреть, как он устроен у соседей, и сделать такой же. Нет другой такой страны, где избыточность ресурсов даёт возможность правительству ничего не делать. Я не знаю другого такого народа, которого можно тыкать носом во всё, что угодно, а он будет терпеливо тыкаться и молчать. Я не могу ни с чем сравнить нашу страну. Ну, типологически похоже на Нигерию, но Вы бы там не могли сказать эти слова. Но, слава Богу, у нас пока не едят людей. Да, слава Богу. Вы делаете очень дорогой проект про наш север. Можете про него немножко рассказать, не ссылаясь на форум на Вашем сайте? Ну, я пока не делаю проект про север. Я закончил работу над фильмом о первом русском кругосветном плавании Грузенштерна и Лисянского. Это скорее юг, хотя и с заходом на север, но не на наш, на Аляску. Это очень большая работа, четырёхсерийная документальная драма, которая сейчас вот по субботам начнет выходить в эфир на телеканале России. Я, может быть, Вы имели в виду то, что если бы у меня была возможность, я бы с радостью следующий проект сделал, например, о Великом Северном морском пути. Это тоже героическая история, это тоже очень крутые мужики. Это драмы, это подвиги, это восторг возвращения челюскинцев. Я не уверен, что Вы видели эти кадры, но это совершенно невероятные кадры, когда они приезжают в Москву и их встречает весь город. Я бы вспомнил эту историю с радостью. А мне кажется, что сейчас оккупирована несколько эта северная тема, Единой России, установление флага на дне и прочее, прочее. Вы, исходя из своих политических предпочтений, решились бы делать фильм, который хотя бы как-то краешком соприкасался с пропагандистскими задачами? Если эти пропагандистские задачи не будут противоречить моим убеждениям, ну почему бы и нет? Так, а Вы уже такое делали, такие проекты? Ну, я с этого начинал. Я когда-то всё-таки до телевизионной своей жизни работал в крупнейших газетах нашей страны, работал в международном отделе и, конечно, был, в первую очередь, пропагандистом, чем другим. Я просто пытаюсь понять. Ну, то есть, Вы, с одной стороны, работали долгое время на ВКТРК, а это, ну, в общем, такая мощная пропагандистская компания? Нет, я за свою жизнь не работал вообще на канале никогда. Выходили Ваши программы? Да, но они были абсолютно вне политики, и это моё счастье. Ну, то есть, Вы занимались путешествиями и начали при советской власти ими заниматься, чтобы не заниматься политикой? Нет, 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 нет. Я начал им заниматься уже не при советской власти. Как раз при советской власти я занимался международной журналистикой и чистой пропагандой. Это правда. Ну, как-то, я не знаю, мне удавалось, ну, знаете, на таком уровне, вот ты приносишь какой-то материал редактору, он говорит, а почему у тебя там не сказано про товарища Брежнева ничего? Я говорю, ну, потому что мне человек не говорил об этом. Он говорит, ну, этот они напечатают его, ну, и не печатайте. А вот это иллюстрация к тому, что у тебя всегда есть выбор, врать или не врать. Это твоя личная проблема. Но в итоге печатали? Нет. Не удавалось взять наружу? Нет, ну, он говорил, ну, напиши сам, как будто он сказал. Ну, зачем, если он не говорил? Хорошо, а есть проект, который связан тесно с нынешним российским государством? Это вы интернет, вы имеете к нему отношение, сайт про военных и про армию. Его вы как оцениваете? Ну, то есть вам так предельно интересна армейская тема, что вы готовы сотрудничать с Минобороны? А дело в том, что это операция по принуждению к сотрудничеству. То есть мы им доказываем право на своё существование. Это не их заказ. И они, ну, слава богу, не очень сильно сопротивляются, хотя и не больно-то помогают. Это абсолютная гражданская инициатива, связанная с тем, что в обществе есть запрос на героя. Ну, не такого, который закрывает амбразуру, а на контуры человека, на которого можно там показать пальцем и сказать своему сыну, вот на него старайся быть похожим. Мы искали очень долго эти контуры в разных сферах и не нашли эти идеалы ни среди политиков, ни предпринимателей, ни среди рабочего класса, как когда-то, или среди офисного планктона. И у нас возникло предположение, что, может быть, мы сможем найти эти контуры какой-то мужественности, ответственности, повнимательнее присмотревшись к людям военным. И кроме этого, абсолютно благородная задача – это как-то помочь встретиться зелёному миру, миру зелёных человечков и миру гражданских. Есть такое у них, у них у самих, они, значит, нас называют пиджаками, а себя сапогами. Вот чтобы сапоги и пиджаки встретились и могли бы друг у друга черпать идеи, вдохновение, помощь, потому что нам есть, что друг другу предложить. Ну вот, и возникла такая история. Но героя-то удалось найти? Ну вот, у нас есть замечательный, как я считаю, проект. И говорю о нём абсолютно не стесняюсь, потому что в нём нет не только коммерческой составляющей, а даже намёка на эту коммерческую составляющую. Это проект, который называется «Генералы России». Нам удалось получить список из там 30 генералов, который утверждён министром обороны начальником Генштаба, потому что без этого ни к одному из них не пустят. В нём, кстати, три фамилии людей, живущих в Екатеринбурге. До них мы пока ещё не успели добраться. И нам захотелось вот всмотреться в людей, которые командуют округом, небом, водой, на которых лежит ответственность за тысячи людей, которые принимают решения. С ними много лет никто не говорил. Мы не спрашиваем их о том, какие перед ними задачи стоят. Мы спрашиваем их, что они думают о любви, о женщине, о смелости, о трусости, о жизни, о генералах других. То есть они пугаются, потому что им такие вопросы никто не задаёт. Но потом мне приятно этим заниматься.